Цензура больше, чем мы думаем. Вот такой вот у нас Максим. И давайте, давайте посмотрим. Здравствуйте, друзья! По особой просьбе на Китакадзе посмотрим на сегодня последний ролик и будем уже расходиться. А завтра нам придется где-то ролик 4 посмотреть. Посмотреть с этого канала. Это проект Добраум. Сегодня мы говорим про свободу слова, без которой невозможно существование цивилизованного общества. Также покажем, что проблема больш... Ну, то есть получается, что цивилизованное общество только в США, потому что только в США есть свободное слово, ее больше нигде нет. ...шему сожалению, намного шире, чем просто российский YouTube или то, о чем рассказывают наши видеоблогеры. Дмитрий Иванов, Камикадзе, записал в видеообращение на английском языке, где он рассказывает, как российский YouTube ведет политику двойных стандартов. Оппозиционные каналы закрывают, демонетизируют, им кидают... Это то самое видео, где этот самый Камикадзе такой просил там, прошу Ивангая, вам смешно, а мне не смешно записать видео. Ну и в итоге единственный, кто откликнулся на это, это Максим Доши. Да, все остальные блогеры покрутили пальцем у виска, сказали, Камикадзе ди ебанутый. Да. Ну, что я могу сказать. Максим молодец, единственный поддержал Камикадзе ди. Ну да, но если бы у них были каналы на YouTube, там, у Жириновского или у Соловьева, хотя я не знаю, может быть, у Соловьева есть, возможно, им бы тоже там начали лайки скручивать за это, или вообще каналы побанили. Но они-то не блогеры с YouTube. Давайте с вами проведем небольшой эксперимент. У YouTube есть так называемый безопасный режим. В безопасном режиме на YouTube не выводятся ролики, которые могут быть нежелательными для вас или для членов вашей семьи. Итак, пойдемте на видео Дмитрия, где он рассказывает о том, что Соловьев назвал россиян, вышедших на митинг 12 июня, дерьмом. Вот это видео. Переключаем YouTube на безопасный режим, который должен защитить нас от ненависти. И смотрим. Видео недоступно в безопасном режиме. Теперь идем на оригинальное видео. Вот он и полный контакт с Владимиром Соловьевым. Не-не-не, подождите. Так, может быть, безопасный режим YouTube облочит видео Камикадзе Ди не за то, что там Соловьев назвал кого-то дерьмом, а за какие-то слова самого Камикадзе Ди, которых нету в оригинальном ролике Соловьева. Почему Максиму это не пришло в голову? По-моему, это элементарно. Хотя в то же время надо понимать, что Максим, он не мыслит категориями обычной логики. Он проник глубоко в ткань логики триалектической. Поэтому, может быть, действительно мы чего-то не понимаем. От 13 июня полная версия. Теперь переключаем YouTube в безопасный режим. Вот он уже переключен. Сохраняем. И видео вполне себе нормально доступно. Получается, что YouTube считает, назвать россиян дерьмом это абсолютно нормально. Это не является ненавистью или дискриминацией. А вот рассказывать об этом это уже ненависть и дискриминация. Что же делает YouTube? У YouTube есть правила против дискриминации. То есть... Ну, может быть, когда Камикадзе Ди рассказывал про этот ролик, он использовал какие-то слова или выражения, которые, в общем-то, являются гораздо более оскорбительными, чем слова Соловьева. Ну, то есть, это я не к тому, что я Соловьева защищаю. Понятно, что Соловьев петух. Но, как бы, Камикадзе Ди-то, в общем-то, он недалеко ушел. Тут, в общем-то, не важно даже, кто из них работает на государство, а кто нет. Важно, что они оба не в адеквате. Там YouTube заявляет, что дискриминировать людей по национальности, по вероисповеданию, по убеждению это плохо. При этом, сам YouTube делает, что именно дискриминирует людей по убеждениям, то есть, по политическим взглядам. И это было бы полбеды. Есть такое. Но это работает только, если ты очень правый. Например. То есть, мне, например, официальный канал, я же с Armatofficial, банили по, значит, этим страйке, кидали сектанты, которых возмущало то, как я секты разоблачаю. То есть, там всякие свидетели Яговы и прочие, они возмущены были до глумины души тем, что я про них рассказываю. Поэтому, да, антисектантская риторика, она блокируется очень часто. Вот, например, фильм, разоблачающий саентологию, Профит, художественный, комедийный, он заблокирован на YouTube, если у вас американская IP. То есть, если вы сидите в США, вот, и у вас американская IP, то вы не сможете на YouTube открыть этот фильм. А если вы за пределами США находитесь, то можете открыть этот фильм. Потому что церковь саентологии, она вот добилась этого. Если бы политические взгляды были субъективны. То есть, кому-то нравится Путин, а кому-то Навальный, кому-то нравится коммунизм, а кому-то свободный рынок. То есть, тогда дискриминация была бы на уровне личных предпочтений. Как, например, кому-то... Ну, есть люди, в голове которых коммунизм, он не противоречит свободному рынку. Например, вот Светов какой-нибудь и прочие вот эти анкапы. Потому что они с одной стороны хотят жить в коммуне, то есть в общине, а с другой стороны хотят, чтобы у них был свободный рынок. Нравится рок-музыка, а кому-то джаз. И вот есть злостная площадка, которая дискриминирует против джаза и продвигает только рок-музыку. Ну, это было бы не так страшно. Однако, политические идеологии не субъективны. И на нашем канале мы разбираем, какие из них являются верными, а какие лошадные. Оху генно. Нет, на самом деле, конечно, политические идеологии субъективны. Господи, за что я люблю ролики Максима Доши? Это за вот эти неожиданные, блядь, повороты, которые можно услышать. Типа, политические идеологии являются ложными или правильными. И мы определяем и разбираем то, какие из них какие. Оху генно. Ну, то есть, прекрасно. Как бы большевизм 2.0. Получается, Ютуб не просто дискриминирует, поддерживая путинскую власть, а продвигает крайне опасную идеологию, которая... Мне больше не нравится, что Ютуб продвигает леволиберальную идеологию и блокирует контент правых. Вот это мне не нравится. А путинский режим... Слушайте, надо понимать, что путинский режим это локальная проблема. Да, то есть, вот есть такая страна Россия, там есть путинский режим, и путинский режим, он доставляет неудобства населению этой страны. Потому что, например, реакция на санкции со стороны российского правительства, она, в общем-то, хуже намного, чем сами санкции. Да, значит, там рост НДС и прочие всякие вещи. Но надо понимать, что это ситуация локальная. Потому что, если ты не живешь в России, то тебе, в принципе, насрать на путинский режим. Вот я наслаждаюсь этим. Потому что я знаю, что такое жить в России, и знаю, что такое жить вне России. Да, я имею возможность сравнивать, и да. Есть свои преимущества у того, чтобы жить вне России. Но, но, надо понимать, что есть локальные проблемы, а есть проблемы глобальные. Путинский режим глобальной проблемой не является. Потому что сколько бы Путин, там, не грозил Западу ядерными ракетами, мы вас там в ядерную пыль отправим и прочее, прочее, прочее. Понятно, что это всего лишь пустые угрозы, блеф и риторика, которая рассчитана в основном на внутреннего потребителя, да, внутри страны. Чтобы какой-нибудь ватник, придя с работы, сел перед телевизором, налил себе стопочку, включил передачу Киселева и радовался тому, какие мы великие, значит, как мы сейчас всех в ядерный пепел сотрем. Но, но, помимо локальных проблем, которые доставляют неудобства только жителям отдельных стран, существуют, как бы, тренды и проблемы, которые носят глобальный характер. И вот как раз эгалитарная парадигма и превалирование леволиберальных предрассудков в головах западной интеллигенции, это как раз проблема, которую к локальным проблемам отнести уже никак нельзя. Это проблема глобальная. Точно такая же глобальная проблема, как и международный терроризм, который, в принципе, может действовать не только вот в границах одной определенной страны, а может действовать вообще где угодно, да. Вот, вот эта проблема. Так что проблема не в том, что YouTube блокирует несчастного, блаженного педераста Камикадзе Ди, значит, у которого психические проблемы какие-то. Проблема в том, что в целом те медиа и те ресурсы, которые существуют в интернете, там, и за рамками интернета, там, какие-нибудь крупнейшие каналы телевизионные, они продвигают определенную идеологию и стигматизируют другие идеологии, которые оппозиционны той идеологии, которую они продвигают. Да, то есть они продвигают леволиберальный дискурс, стигматизируют все остальное. Особенно достается сейчас правым консерваторам, которых ненавидят все вообще. Это проблема. А путинский режим, ну, слушайте, вы едете куда-нибудь подальше от постсоветского пространства, и вы забудете об этом путинском режиме. Ну и, кстати, скорее всего, он кончится в какой-то момент очень скоро вместе с Путиным. Ну, я страшную вещь скажу, но в России школы лучше, чем в Америке, например. Потому что в США очень хуевая система среднего образования. Хотя вот если мы касаемся системы высшего образования, то, да, здесь уже в России все плохо. Сингапур в этом смысле приятное исключение. Потому что в Сингапуре система среднего образования отличная, одна из лучших в мире. Система высшего образования тоже одна из лучших в мире. Рассказывает нам, что у ее компании есть обязательства по улучшению нашего мира и продвижению идей добра. Вот такой вот отвратительный и лицемерный Ютуб. На нашем канале Добраум Ютуб наложил возрастной бан на видео с разоблачением мифа о радикальном исламе. А Роскомнадзор вообще заблокировал его. В то же время на Ютубе выложено оригинальное видео, которое я озвучил, где на исламской конференции... Ну, кстати, пишут, купить там частную собственность или жениться на гражданке Сингапура. Ну, кстати, второе это вариант. Потому что первое это очень дорого. Дорогое жилье. А вот жениться на гражданке Сингапура, это, кстати, имеет смысл. Почему? Потому что очень много китаянок, которые буквально, ну, очень комплиментарно относятся к мужчинам европейской внешности. Поэтому, кстати, неплохой вариант. Но не для меня. Я уже женат. Полный зал мусульман согласны, что забивание камнями до смерти это лучшее наказание за измену для... Ну, потому что это салафиты, да, то есть надо понимать, что это все происходит в стране, где никакого традиционного ислама нету. Потому что это, по-моему, Великобритания или еще что-то такое. То есть, грубо говоря, кто вот эти все люди в зале? Это мигранты, да, из разных стран, которые попали под влияние, значит, пропаганды радикальных салафитов. Ну, конечно, они все согласны с тем, что там надо людей камнями забивать и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, это секта. Да, очень многочисленная, да, агрессивная, да, влиятельная, но секта. ...всего человечества. И это видео, в отличие от моего, не имеет возрастного ограничения. Канал Быть Или, с закрытием которого началась вся эта история, к счастью, разблокировали. И он проводит эксперимент... Ну, опять-таки, какое отношение это имеет к путинскому режиму? То, что вот агрессивную сектантскую пропаганду на Ютубе не блокируют. Никакого отношения не имеет, причем весь путинский режим. Это вот леволиберальная, значит, идеология, которая говорит о том, что нельзя притеснять никого. Даже если человек террорист, он террорист только потому, что у него нет другого способа достучаться до общества и донести свои идеи. Поэтому давайте будем относиться к ним толерантнее. Это, кстати, на полном серьезе брошюры эти распространялись правительством Великобритании после того, как очередной теракт произошел на концерте, где какая-то была группа попсовая для девочек-тепешек. И там в толпе взорвался террорист и погибла куча детей, короче, подростков, тинейджеров, которые пришли на этот концерт. Вот вместо того, чтобы, значит, что-то плохое говорить про террористов, британское правительство отреагировало тем, что по школам, значит, в которых учились погибшие дети, начали распространять брошюры о том, что давайте с пониманием отнесемся к тем людям, которые для того, чтобы донести до нас свои идеи, вынуждены вас убивать, потому что, как бы, это люди бедные, у них нет другого способа просто как-то к вам обратиться. Поэтому давайте к ним будем как-то вот с любовью отнесемся. Ну, то есть, замечательно. То есть, это такой уровень куколдизма примерно вот на уровне Вестника Дури, да, типа вот мои два прадедушки были убиты коммунистами, но я все равно коммунист. Да, то есть, вот такой вот куколдизм девяносто девятого уровня, просто прокачанный. ...перемен с целью пожаловаться на разжигание ненависти в видео с Жириновским и посмотреть, будет ли Ютуб наказывать про путинские видео. Итак, друзья, проблема с цензурой намного шире российского Ютуба. Спрашивают, а эти китаянки только на китайском говорят? А, нет, сингапурские китаянки все говорят на английском в совершенстве. И вообще все сингапурцы, они билингвы с детства, потому что они говорят и на родном языке, и на английском. В Сингапуре все говорят на английском, причем не только в Сингапуре, в Малайзии, на Филиппинах тоже все говорят, большая часть населения свободно владеет английским, и телевидение в этих странах, большая часть каналов тоже на английском. Пишут, терроризм это не вера, а преступление. Да, но есть формы религиозной веры, которые мотивируют людей на совершение террористических актов. Это тоже не надо отрицать. То есть такие радикальные сектантские группы, они есть и среди мусульман, и среди христиан, и среди иудеев, и среди буддистов, и среди индуистов. Выборов это было нечто из разряда теорий заговора, то во время президентской гонки, в частности благодаря Викиликсу, мы узнали правду, и наши худшие опасения подтвердились. Мы увидели, что из себя представляет отвратительная гидра государства, сросшегося с медийными корпорациями. Фейсбук манипулирует своими трендами, не показывая консервативные новости, в частности новости в поддержку Трампа. И как показывает исследование, все, кроме одного сотрудника Фейсбука, из команды новостных трендов, поддерживают леворадикальные взгляды. Например, отказываются называть убийства, совершенные исламскими экстремистами. Словом, теракты. Твиттер банит популярные про-трамповские аккаунты типа Майла, якобы за хейт. Ну, если мигрант кого-то насилует, нельзя называть это изнасилованием, это нетолерантно. Надо говорить культурное обогащение. То есть не мигрант изнасиловал женщину, а мигрант культурно обогатил женщину. И тогда уже новость, соответственно, заиграла другими красками. Ицпич разжигания ненависти. Хотя провластные аккаунты поддерживающие... Не изнасиловал ребенка, а культурно обогатил ребенка. И все хорошо. Слушайте, я могу редактором на «Медузе» работать. Или на «Ленту.ру». Или в «Вандерзине» в каком-нибудь. ...Хиллари Обаму, призывающие прямым текстом убивать сторонников Трампа. Самого Трампа. Убивать всех белых людей. Не получать... Пишут, если кто-то убеждает людей совершать терроризм, это тоже преступление. Согласен полностью. Согласен. Но в ряде случаев это убеждение других людей совершать преступления и террористической направленности, в частности, оно происходит в формате религиозной проповеди. И апелляции к религиозным текстам, например. Да, то есть, грубо говоря, террорист, он ведь не просто, да, выходит на улицу и убивает людей, потому что ему скучно. У него есть какая-то мотивация. Эта мотивация, она может быть либо продиктована личной неприязнью, либо она носит политический характер, то есть, связана с политическими убеждениями террориста, либо носит религиозный характер, да, то есть, религиозная мотивация, связана с религиозными убеждениями террориста. Тают даже предупреждений. Директор Реддита, одного из крупнейших новостей... Ну вот сейчас показали, значит, негра, и написан был его твиттер, да, что там, типа, давайте убивать белых людей. Но, опять-таки, с точки зрения леволибералов, это не расизм никакой. Почему? Потому что стрелочка не поворачивается, да, мы все помним ролик Нихель-Пихель. Так что, как бы, расизма против белых людей не может быть, в принципе, с точки зрения матчасти современной левой социологии. Расследовала, как мафиозные структуры завозят нелегальных мигрантов из Африки в Европу. Ее забанили с потрясающей формулировкой. Ваши действия, вероятно, приведут к человеческим жертвам. Офигенно просто, а миллионы исламских мигрантов, которые грабят, насилуют детей и совершают теракты, не приведут к человеческим жертвам? В то же время на площадке Patreon собирают деньги леворадикальной организации, призывающие к убийству полицейских. Вот очередной пример лицемерия и политической дискриминации. Теперь YouTube. На удивление, он остался последним оплотом консервативных, правых, либеретарианских, анаркокапиталистических взглядов сторонников свободы слова. Поэтому истеблишменты, глобалисты, любители войн, социализма с коммунизмом, неподконтрольные тоталитарные бюрократии Евросоюза и прочие противники Трампа и Брекзита не могут нам позв...